Пришла повестка 24 сентября 2022 года, в конце дня буквально, ну и в 7 часов 25 числа на второй день, то есть надо было явиться уже в военкомат для отправки в зону СМО. Спрятаться-то как бы ума много не надо, а кто защищать будет Родину. Военкомат, проводы, зона боевого слаживания, огневая подготовка и затем отправление в зону СВО. 10 октября 2022 года Александр оказался за сотни километров от родного дома, где оставил жену, детей и свою привычную жизнь. Постоянными спутниками стали оружие, опасность, артиллерийский огонь и боевые товарища. Все из Мордовии. Было очень тяжело морально, но сплоченность, любовь к своей отчизне, понимание, что нужен ей, поддержка близких и родной республики. Помогли Александру на передовой не сломиться и с честью выполнять боевые задачи. О нас беспокоятся, заботятся. Наши проблемы небезразличны и там, которые нам необходимы для ведения своей деятельности. И в том числе здесь. То есть Артем Алексеевич на заметку берет все проблемные вопросы семей, участников СВО. К примеру, и у меня, родителям и дрова. Сейчас Александр в отпуске и все свое время проводят с родными. Дома его ждали родители, супруга и трое детей. Признаются. Отпускали сына, мужа и отца с тяжелым сердцем. Однако приняли его решение и поддерживали на расстоянии. Несмотря на суровые будни за ленточкой, Александр всегда находил время передать весточку родным. Он видел многое, но сумел сохранить в себе главное – самого себя. Остался верным отцом, мужем и заботливым сыном. Очень горжусь, очень молодец. Ну вот, только не хватает его дома. Звонит, звонит и так звонит. Больница вот лежала. И больницу каждый раз на операции была. Все время звонит. И с днем рождения поздравляет. И что-то. Дела опять посоветуется. Вот это так, вот это так. Звонит, постоянно звонит. В августе этого года у Александра и его супруги Оксаны была большая годовщина – 25 лет вместе. Серебряной свадьбой друг друга поздравили на расстоянии, по телефону. Отметить Александр предлагал свой отпуск, но Оксана сказала – этот год тебя не было дома, значит, не считается. Праздновать семейство будет, когда его глава вернется насовсем, с победой. Поэтому есть огромный стимул приближать ее наступление. День разлуки они не забудут никогда, но тем сильнее ожидание дня встречи. Мы все были очень расстроены, но тем не менее знали, что это надо кому-то делать. И, конечно же, то, что мой супруг не спрятался, не сбежал – это вызывает чувство гордости за нее. Мы сразу испугались за папу, провожали его со слезами. Но мы очень гордимся им, потому что он не спрятался и с честью пошел защищать нашу Родину, нас. Папа-герой? Конечно, папа-герой. Скоро отпуск подойдет к концу. Александр снова вернется на передовую. Родные не скрывают. Хочется, чтобы он остался с ними. Однако понимают – отсиживаться он не сможет. Там, за ленточкой, его ждут боевые товарищи, ждет его долг. Победим? Обязательно. Ирина Родайкина, Владимир Ильин. Народные новости. Дубенский район. Дубенский район.